В разное время лучшие архитекторы по заказу самых богатых людей города строили красивые здания. Именно поэтому рождественская сторона имеет и другое название – энциклопедия архитектурных стилей. Обзорная экскурсия начинается на площади Народного Единства. Несмотря на дождь, здесь полсотни нижегородцев и гостей города. Если что-то новое узнаю, не пожалею, иначе я не пришел. У меня в целом интересная история Нижегородской области, так как я сам родился не здесь, сердился в Владивостоке, и узнавать о том месте, где ты сейчас живешь, всегда интересно. Собина экскурсовод хороший, Сериков Александр Алексеевич, мы очень рады этому событию. В эфире Нижегородской телекомпании руководитель проекта «Рождественская сторона» Александр Сериков пообещал провести публичную экскурсию для всех желающих и слово сдержал. У нас сейчас здесь активно ставятся хостелы, гостиницы. За два года существования проекта количество ресторанов увеличилось на одну треть. Так что процесс идет экономически бурный. Все это свидетельство того, что наши действия в проекте «Рождественская сторона» востребованы обществом. Идея возрождения уникальной улицы Рождественской появилась еще в 2011 году. Реконструировали поэтапно. Ремонтировали фасады зданий, выкладывали тротуары брусчаткой, демонтировали трамвайные пути. Затем расширяли пешеходную часть и устанавливали новые архитектурные объекты. Вот соляной мешок, вот калоши «Честь и совести». А тут вот приезжающие к нам в город, да и жители тоже поднимаются, встают в эти калоши, значит, перекрестятся туда, в сторону храма, положат по копеечке и на этом и уходят. Сейчас ведется активная подготовка к заключительному этапу реконструкции. Он затронет Благовещенскую площадь и дворы, примыкающие к улице Рождественской. Одна из главных задач состоит в том, чтобы создать на Рождественской стороне полномасштабный музей под открытым небом.